Здравствуйте! В эфире программа «Важное». Сегодня выпуски. Все деньги под матрас. На чем в кризис экономят самарцы? Финансовая жизнь с нуля. Сколько стоит процедура банкротства для обычного человека? И нездоровый анклав. Почему в больницах удаленных поселков Самары люди ждут лечения по три месяца? На 30 миллиардов рублей меньше наторговали в прошлом году в Самарской области. По данным Росстата, в регионе упал оборот розничной торговли. На чем экономят самарцы, при чем здесь религия? И что делать с деньгами в ситуации неопределенности? Смотрите в нашем сюжете. Экономят все и бедные, и богатые. Кризис. Теперь каждый очень осторожно подходит к покупкам. И только продукты приобретают в прежнем объеме. И то не самые дорогие. Хлеб и масло на столах у каждого. А дорогая колбаса для многих уже деликатес. Наибольшее падение в сфере розничной торговли в прошлом году испытал сектор потребительской электроники и рынок мобильных устройств. Это связано с тем, что в начале прошлого года, 2016 года, курс доллара демонстрировал свои максимальные значения. Что, естественно, привело к удорожанию импортных товаров. И поэтому спрос на них снизился. Сокращение расходов, на самом деле, коснулось практически всех групп населения. Даже в том числе и обеспеченных граждан. Которые, естественно, не стали меньше потреблять продуктов. Но они стали с большей осторожностью подходить к крупным покупкам. Например, к покупке автомобилей и недвижимости. С тех пор доллар сильно просел. Сергей Соколов обещает. Стоимость импортных товаров скоро тоже упадет. Но причина снижения объемов торговли не только высокие цены. В кризис у людей растет страх. Они меньше покупают и меньше инвестируют. Валюту и акции не несут деньги в банк. Многие стараются отложить на черный день. Банки, в свою очередь, неохотно выдают кредиты. К тому же во многих организациях сильно урезали зарплаты. Самарская область – один из регионов, который серьезно пострадал от спада в экономике. Автомобильная промышленность, которая имеет значительную долю в регионе, она просела. А это значит не только автоваз. Это все структуры, которые связаны как с торговлей, как с техническим обслуживанием, как с поставкой комплектующих. Понимаете, все-все-все эти структуры просели реально и в прошлом году. Здесь же опять прошлый год сыграл в минус на нефтяную и нефтеперерабатывающую промышленность. Общая мировая тенденция снижения цен. А у нас с вами надо помнить три действующих нефтеперерабатывающих завода. По оценке аналитиков, спад торговли коснулся прежде всего крупных торговых сетей. В них снизился спрос даже на продукты. Граждане все чаще стали посещать рынки и мелкие магазины, где торгуют сельские жители с частных подсобных хозяйств и фермеры. Мы не ощущаем спада там, скажем, на продукцию. У нас у некоторых фермеров очередь пишется на их продукцию. Но есть магазины, есть чисто население, которое они работают уже чисто на клиентскую базу свою наработанную. Что нельзя сказать о наших сетевых больших магазинах. Прекрасно знаем и видим по ценам в сетевых магазинах больших, когда бутылка воды минеральной стоит столько же, как литр молока. Это априори не может быть так, потому что трудозатраты, сами понимаете, на одно и на другое совершенно разные. Кроме доступных цен, люди сейчас все больше обращают внимание на качество продуктов. Иногда они готовы даже переплачивать. А падение спроса фермеры фиксируют только во время религиозных праздников. Есть, так скажем, национальные особенности каждой нации, которые, допустим, кто-то не употребляет гречку с пшеном, там мусульмане, они к свиньи не относятся неоднозначно. А сейчас все больше и больше, ну это, наверное, все видят и заметно, что больше людей стало поститься. Пост – это тоже реальное сокращение потребления определенных видов продуктов питания. В прогнозах на будущее аналитики разошлись. Кто-то говорит, в этом году розничную торговлю ждет рост на 1%, а в 2018-м на 5%. Другие утверждают, спад сменится стагнацией. Но все едины в том, как быть с деньгами. Хранить их под матрасом нельзя. Чтобы средства не обесценились, их нужно вкладывать. Реальные живые деньги – это самый надежный уровень защищенности. Где, ну вы поймите, ни один крупный серьезный банк с государственным участием не дают процент по вкладам, который спасает вас от инфляции. С одной стороны. С другой стороны, ну, любой процент – это лучше, чем ничего. Поэтому я так думаю, что хранение средств в крупных государственных банках на сегодняшний день самый надежный вариант диверсификации риска. Хорошая альтернатива – это облигации федерального займа, то есть облигации, выпущенные государством. И доход по ним гарантируется государству. И в данный момент доходность по ним превышает в среднем ставки по банковским депозитам. Если же, допустим, использовать, покупать государственные облигации на индивидуальном инвестиционном счете, государство вам еще дополнительно вернет 13% от внесенных денег на этот счет. Это очень надежные вложения. Однако ситуация неопределенности продлится недолго. Сейчас и федеральное, и региональное правительство активно проводят в жизнь антикризисную политику. Она уже дает свои плоды. В конце прошлого года стала падать процентная ставка по кредитам. Результат – в последние месяцы возобновился рост потреб кредитования, что в свою очередь стимулирует торговлю. Начинает прибавлять производство продукции сельского хозяйства. Практически закончился спад промышленного производства. В начале года, по данным Росстата, по всей стране он составил всего лишь 0,3%. Цифры в рамках статистической погрешности. А в Самарской области показатель вообще вырос на 0,3%. Сухие объективные цифры указывают на оживление экономики и скорое возобновление роста. Набрал кредитов – оплатить нечем. В такой ситуации оказывается все больше жителей Самарской области. Кто-то потерял работу, кто-то заболел, а кто-то просто захотел всего и сразу, и прямо сейчас. Год с лишним в стране действует закон о банкротстве физических лиц. Казалось бы, это выход. На деле банкротство – процедура не из дешевых. Получается парадокс. У человека нет денег платить по кредитам, но чтобы признать себя финансово несостоятельным, ему нужно выложить кругленькую сумму. Как быть и сколько стоит освобождение от долгов – расскажем прямо сейчас. 11 место среди российских регионов занимает Самарская область по числу обанкротченных людей. Большинство из них – граждане до 35 лет. Они оформили несколько кредитов, накупили бытовой техники, телефоны, телевизоры и не рассчитали свои силы. Но есть и те, кто должен не за электронные безделушки. Виктория вышла замуж, взяла кредит на ремонт и покупку новой мебели. Займы оформила на себя. В месяц приходилось платить 25 тысяч рублей. Брали под надежду мужа, что работал. Потом в результате развод. Я стала несостоятельна в платежах. Ну и банки начали меня трясти, соответственно. В результате попала вот в такую ситуацию, что ходила в суд, подавала на раздел долгов, пыталась все это как-то с мужем разделить. Суд отказал. В результате я вынуждена была выселиться из своей квартиры. Там остался бывший муж. Плюс еще и коммунальные платежи, кредиты и все остальное. Бывший муж платить за кредиты отказался. Банки облегчить условия займа не согласились. Все зарплатные карты девушки заблокировали. У нее практически не осталось денег, даже чтобы купить поесть. Тогда адвокаты посоветовали Виктории подать заявление о банкротстве. Виктории придется продать квартиру, расплатиться с долгами. Затем она собирается купить другую, подешевле. Но уже сейчас у нее разблокировали зарплатные карты. Появились хоть какие-то деньги и надежда, что все наладится. По словам девушки, банкротство – вещь нужная, но сложная и очень дорогая. Процедура еще не завершена, поэтому назвать точную цену своему банкротству Виктория пока не может. Процедура банкротства достаточно дорогостоящая. На сегодняшний момент она оценивается порядка 100-150 тысяч рублей. Ну и по времени это где-то от полугода до года. В эту сумму входят услуги финансового управляющего, в эту сумму входит госпошлина, в эту сумму входят расходы на публикацию объявления о том, что гражданин объявил себя банкротом. Работа финансового управляющего по закону стоит 25 тысяч рублей. Правда, по словам экспертов, клиенту приходится платить управляющему гораздо больше. Доплаты проходят по статье «Услуги на административно-хозяйственную деятельность». Это практически повсеместная практика. Под различными допоплатами, скажем так, маскируя сумму своего вознаграждения, арбитражный финансовый управляющий отказывается работать за ту сумму, которая предусмотрена в законе. Но она действительно очень маленькая, чисто символическая. Если процедура длится год, то выходит в месяц, финансовый управляющий получает по 2 тысячи рублей. С этим финуправляющие не спорят. Но 100 тысяч рублей за банкротство, по их словам, цифра намного завышенная. Это недостоверная информация. 40 тысяч рублей в случаях, если у должника нет имущества. Как только у должника появляется или есть имущество, расходы увеличиваются примерно вдвое. Потому что это организация проведения торгов на электронных торговых площадках, при реализации залогового имущества открытие специального счета должника, на которые сами же банки взвинтили цены очень до 20 тысяч за месяц обслуживания одного банковского счета доходит. Но и 40 тысяч – деньги немалые, особенно для тех, кто не может расплачиваться по своим долгам. Чтобы обанкротиться, многим приходится снова занимать. Деваться некуда, иначе будешь иметь дело с судебными приставами или хуже – с коллекторами. Я думаю, что здесь дело в желании, и дело в том, насколько ты хочешь официально признать себя банкротом. Потому что наши клиенты – пенсионеры, которые получают пенсию в 7 тысяч рублей. У нас есть рассрочка, мы идем на это. Рассрочка есть у нас, рассрочка есть у финансового управляющего, с которым мы работаем. И люди, будучи пенсионерами, они как-то в течение длительности процедуры, они копят и все приносят, оплачивают. Сегодня в закон о банкротстве готовятся поправки. По ним суд может признать банкротом гражданина, чей доход не больше полумиллиона рублей, но не меньше 50 тысяч. Это называется упрощенная процедура. В этом случае финансовый управляющий будет не нужен. В действующей редакции вы знаете, что гражданин может объявить себя банкротом при условии, что сумма долга превышает 500 тысяч. Сейчас хотят для граждан, которые взяли кредит в микрофинансовых организациях, у них сумма долга, у кого существенно меньше, у кого просто меньше, чем 500 тысяч рублей. Но они не в состоянии обслуживать, поэтому с этими людьми нужно как-то работать. В противном случае их просто коллекторы вымучивают с них эти деньги, но кроме суицидов и каких-то негативных последствий мы ничего не наблюдаем. Сегодня в Самарской области 14 тысяч потенциальных банкротов посчитали в Национальном бюро кредитных историй. Упрощенная процедура позволит большему числу желающих пройти процедуру банкротства. По словам экспертов, этого не стоит бояться. Закон о финансовой состоятельности крайне полезный, особенно сейчас, когда в стране кризис. Признан банкротом, значит ничего никому не должен. Можешь спокойно начать жизнь с нуля. Станешь потом хорошо зарабатывать, банк все равно не имеет права требовать старые долги. Но у банкротства есть и минусы. К сожалению, вместе с долгами человек должен расстаться и со своим имуществом, деньги от продажи которого пойдут кредиторам. После решения суда, три года гражданин не может занимать руководящие должности и заниматься бизнесом. Пять лет не имеет права при оформлении кредита умолчать о своем банкротстве. И последнее, банкрот не может повторно требовать признать себя финансово несостоятельным. Диагноз крайне неутешительный. Поставили жители поселка Прибрежный местной системе здравоохранения. Люди стали заложниками статуса поселка. Формально Прибрежный входит в городской округ Самара. Но от областной столицы до него 60 километров. Никто из врачей не хочет так далеко каждый день ездить на работу. Привлечь докторов подъемными на покупку жилья невозможно. Субсидии не положены городским врачам, только сельским. Выход из ситуации вместе с местными жителями искала наша программа. Зинаида Владимировна Шеремеева – коренная жительница Прибрежного. Сейчас она на пенсии. Здоровье уже не как в молодости. И она нередки гость в местном поликлиническом отделении. Зинаида Владимировна уже не удивляется нехватке врачей и очередям, в которых можно просидеть несколько часов. Есть нехватка педиатров. И урологи нам нужны, и у окулисты. Ну, всех врачей, понимаете, но они не стоят в очереди. Хотелось бы нам, чтобы укомплектовано было и врачами, и все, но нет этой возможности. Но врачей не хватает не только в больнице. В поселке нет станции скорой помощи. Скорую приходится вызывать через Самару. А приезжает машина из поселка Береза, что в 30 километрах от Прибрежного. По словам Зинаиды Владимировны, вызов скорой всегда лотерея. Как быстро она приедет, никто угадать не может. Позвонить надо в город. Понимаете, не каждый человек, во-первых, пожилые, не смогут позвонить. И это самое, ждут по полтора часа скорую помощь. Вот это крик души скорой помощи, это крик души населения. Сейчас в поселке живет более 11 тысяч человек. А в местном амбулаторно-поликлиническом отделении, который относится к 7-й горбольнице, работают всего два врача-терапевта и один врач общей практики, который выполняет работу еще за двух докторов. Нет в Прибрежном и не отложной скорой помощи. Девной стационар раньше был на 20 коек, теперь только на 10. Когда здесь последний раз был ремонт, все уже давно забыли. Очередь в стационар может растянуться на три месяца. Объем вот этого коечного фонда определяется объемом государственного задания. Вот в рамках этого государственного задания мы работаем. То есть столько, сколько у нас есть задания, столько мы выполняем. Местные жители выкручиваются как могут. К примеру, нет возможности прокапать успокоительные и сосудорасширяющие лекарства. Так они ездят на рыбалку. Я работаю с удочкой, вниз вот куда, к Волге подвели, до Волги еще четыре речки есть. Вот на речке, вот там все процедуры проходят осенью. Просто подкаривают, а сам главный, нервные клетки, отжимные восстанавливают. В Прибрежном живут более 700 инвалидов первой и второй групп и 3000 пенсионеров. Поселковые врачи дают им направление в самарские больницы, но у пожилых нет физической возможности для частых поездок. Несколько раз в месяц в отделение приезжают врачи из Самары, но к ним моментально выстраивается огромная очередь. В отделении даже не могут в срок принять анализы. Те, у кого есть возможность, лично везут их в областную столицу. Нехватка врачей объясняется просто. Им негде здесь жить. Ведомственных квартир нет, но субсидию на покупку жилья врачи не имеют права. Поселок считается частью города. Они не попадают под программу «Земский доктор», потому что эта программа рассчитана только на специалистов, которые едут работать в сельские районы. И получается, что у нас на расстоянии 500 метров находится поселок Прибрежный, и через дорогу от него Ставропольский район. И там тоже есть лечебные учреждения. Так вот, если доктор будет устраиваться на работу туда, он получит этот миллион, а если он будет устраиваться на работу сюда, он его, естественно, не получит, потому что он под эту программу не попадает. Местные жители ведут борьбу за качественную медицину уже несколько лет. Сейчас к решению проблемы подключился Общероссийский народный фронт. ОНФ предложил придать подобным поселкам особый статус. Согласно ему, молодые врачи, которые приехали сюда работать, могли бы попасть в программу «Земский доктор». Среди студентов у нас есть ребята иногородние, которые с удовольствием бы остались работать у нас, здесь, в Самаре, не возвращаясь в те поселки, из которых они приехали. И вот ими можно было бы кадровый дефицит восполнить. В Прибрежном есть четыре никем не занятые муниципальные квартиры. Еще два практически пустующих многоквартирных дома стоят в Винтае, поселке в пяти километрах от Прибрежного. Наверняка этот жилой фонд можно использовать при решении квартирного вопроса. Если бы нам дали возможность в какую-то программу включиться, именно поддержки молодых, ведь это касается не только врачей, это касается учителей, воспитателей детских садов, то есть это было бы для всех таким стимулом для того, чтобы поехать работать сюда. Посмотрите, как здесь красиво. Если сейчас в окно посмотреть, там горы, Волга, красота необыкновенная. Предложение приравнять местных врачей к сельским сейчас рассматривается областным правительством. Также решается вопрос и о увеличении коек в дневном стационаре. В целом, эта проблема общая для многих удаленных поселков не только Самары, но и других городов России. И если в Самаре удастся наполнить больницы городских анклавов профессиональными докторами, то наш опыт может стать хорошим примером для всей страны. В эфире была программа «Важная». Всего вам доброго и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok